Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова вместе на Психфарм ТВ, который, как вы знаете, наш канал всегда на вашей стороне, благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «За боже, ха, плакаю мёртвых, разбивая молния», а также благодаря нашему гуру-учителю Психфармичу разбираем самые интересные темы, отвечаем на ваши вопросы, ну и рассматриваем концепцию СИАЗС+, то есть усиление СИАЗС при лечении тревоги. Ну, действительно, очень часто попадаются такие вопросы, можно ли принимать, например, азолептин, это колозапин, нейролептик и сертралин вместе. Ну, и вот, когда такие вопросы задаются, тут на самом деле правильный ответ, а зачем это нужно делать? Ну, и к счастью, большинство наших зрителей, вы видите, всё-таки, ну, не подавляющее большинство, но больше половины считают так же, как и мы, что главный вопрос не в том, можно ли принимать, а нужно ли принимать, и зачем это нужно принимать? Но люди упорные, наши зрители, они написали, а зачем они хотят принимать, правда, в отношении не сертралина, а сочетания азолептина с флуокцетином. Азолептин снижает уровень тревожности, и можно ли его принимать с флуокцетином, который, как вы знаете, тоже является противотревожным препаратом. Что ж, решили мы. Раз люди упорствуют на концепции СИАЗС+, на усиление селективных ингибиторов обратного захвата серотонина с помощью нейролептиков, значит, не совсем поняли нас, мы уже обращались к этой теме. Что ж, мы попытаемся объяснить ещё раз нашу точку зрения, нужно ли это делать. Итак, что из себя представляет тревога? Гидра, которой много голов. Это нейрональная система, самые разные. Тело этой гидры – это падение активности двух тормозящих систем серотонина и гамакаргической. Именно поэтому возбудились самые различные нейроны, и за каждым из этих нейронов стоит определённое ощущение. Там сердцебиение, потливость, боли в мышцах, судороги, удушья, головокружение. То есть, это реальные жалобы, которые мучают больных. И что, на наш взгляд, нужно делать? Ну, как и во всём мире. Назначаем селективный ингибитор обратного захвата серотонина. На следующем слайде они будут перечислены. Это препараты, которые повышают активность серотониновых нейронов. И всё, сразу эта гидра, она у нас начинает гибнуть и обмигать, потому что мы повышаем активность серотониновых нейронов, причём очень-очень эффективно, головы гидры начинают просто падать. Вот обратите внимание, противотревожные препараты. Конечно же, им можно лечить и сопутствующие лёгкие депрессии, когда человеку плохо, у него и настроение плохое. Это сертралин, это пароксетин, это тлопрам, это эстропрам, флуоксетин и флувоксамин. В чём же состоит идея, что нужно вот эти препараты, которые хорошо лечат тревогу, усиливать, например, нейролептика? Ну, дело в том, что нейролептики, они вообще давят активность самых разных нейронов. Ну, и издавна повелось, что нейролептики давят активность самых различных нейронов куда как хорошо. У пациентов, которые, ну, скажем, в шизофрении у них бред, им кажется, что кругом враги, у них ускоряются движения, у них ускоряются мысли. Ну, бред – это повышение активности дофаминовых нейронов, движения – это норадреналиновые нейроны. Они бодрствуют, потому что застуть-то не могут кругом враги, это гистаминовые нейроны. Они стараются припомнить всё, что можно для того, чтобы спастись, это работа от селхолиновые нейроны. В общем, и в этой ситуации, когда у нас катится активность от нейрона к нейрону, а как она перекатывается? Да очень просто. Нейрон испускает определённый нейромедиатор, этот нейромедиатор улавливается соответствующими рецепторами, и пошло дело дальше. Что делают нейролептики? Как они помогают в этой ситуации, и все психиатры это знают, они присоединяются к различным рецепторам и не дают действовать на эти рецепторы нейромедиаторам, например, дофамину, норадреналину и ацетилхолину. В результате человек успокаивается. Он просто засыпает, и все это знают. И вот тогда возникает такая простая мысль. Смотрите, эти препараты нейролептики хорошо давят активность в рамках разных нейронов. Так может быть, тогда давайте назначим колозапин при тревоге, и он заведомо и довольно мощно срубит ряд голов у этой самой гидры. Срубит-то он срубит, это всё верно. И последствия только будут, и последствия на самом деле будут достаточно серьёзные. Расскажем сегодня об этих последствиях. Прежде всего, одна из самых важных последствий. Лёг с поднём, проснулся, а какой сегодня год. Если мы с вами заглянем в солидные источники, это метаанализы того, как действуют различные нейролептики. Вот здесь ланцет, самый, пожалуй, авторитетный журнал в медицине. Метаанализ того, как действуют 32 различных антипсихотика при шизофрении, то окажется, что препарат под названием колозапин, он же азолептин, один из двух самых седативных препаратов. То есть, один из тех двух препаратов, которые, ну, очень легко укладывает человека в койку. Зачем это нужно при лечении тревожных расслабий? При лечении шизофрении я понимаю, зачем это нужно. Ну, потому что человек в состоянии психоза, он опасен для себя, он опасен для окружающих. Соответственно, если он успокоится, то мы его спасем, то мы создадим возможность для нормального лечения. Все нормально. Помните, что во время психоза у человека гибнут нейроны. Соответственно, чем быстрее этот психоз обрывается, тем лучше. Потому что все понятно. Но здесь-то мы не лечим психоз, мы лечим тревогу. Обратите внимание, это плюс 2 килограмма лишнего веса. Ну, опять же, если человек находится, например, в стационаре, там, как вы понимаете, по-разному человек питается, лишнего вряд ли он наберет, особенно в состоянии психоза. Ну, а если здесь лечение осуществляется, как правило, тревожное расстройство, лечится амбулаторно, а не в стационаре, доступ к еде отличный, зачем лишний вес нужен. Есть еще целый ряд побочных эффектов. Это нарушение движения, ригидность мышц, это тремор, это эпилептические даже припадки, это так называемые поздние дискинзии. Посмотрите, у нас есть специальный плейлист по поводу движений и нейролептиков. И там мы рассказываем о том, какие нейролептики оказывают неблагоприятные эффекты в отношении движения человека, в отношении системы, которая у нас организует эти движения. Как вы понимаете, одно дело, когда это все-таки назначается при шизофрении, то там есть, существуют меры профилактики, они есть, и должны, конечно, использоваться 100%, но здесь-то это вообще зачем нужно. Снижение артериального давления, головокружение, очень важный побочный эффект гиперсоливация. Вы даже себе не представляете, как течет слюна у больных, которые принимают колозапит. То есть, очень часто подушка даже бывает просто мокрая из-за того, что течет слюна, когда человек спит. Ну и самое главное, это, конечно, поражение системы крови, это гранулоцитопения, вплоть до развития гранулоцитоза, лейкопения. То есть, не хватает лейкоцитов у человека, а это очень и очень серьезно, потому что лейкоциты у нас принимают участие в защите, защищают наш организм от инфекции, от окружающихся вредных факторов. Поэтому, если вы принимаете колозапин, неважно по какому поводу, обязательно нужны анализы крови для того, чтобы понять, есть побочный эффект со стороны крови или нет. Зачем все это нужно при лечении, честно говоря, тревоги, я не могу понять. Но и это еще не все неблагоприятные последствия. Нейролептик тормозит еще и серотониновые нейроны, поскольку колозапин, в частности, блокирует серотониновые рецепторы второго типа, присоединяется к ним, не дает действовать серотонину, и это снижает активность серотониновых нейронов. Но ведь активность серотониновых нейронов, низкая активность серотониновых нейронов, это и есть корень всех зол, это и есть одна из двух главных причин, почему возникают тревожные расстройства. Соответственно, мы как бы маскируем эти тревожные расстройства, больному на колозапине, конечно, будет легче, но ведь серотониновые нейроны будут работать хуже, и как только он попытается уйти от колозапина, тревога вернётся, причём она не просто вернётся, она вернётся усиленно. Ну и дальше начинаются, пожалуй, самые тяжёлые последствия использования нейролептиков при лечении тревожных расстройств. О чём я говорю? Я говорю о вялотекущей малопроградиентной шизофрении. Это концепция, которая бытует в нашей стране до сих пор, о том, что есть больные, у которых нет бреда, нет галлюцинаций, у которых может быть любые симптомы, которые плохо лечатся, которые становятся всё тяжелее и тяжелее, идут на инвалидности, и вот таким в истории пишут там шизотипическое расстройство или там другая шизофрения, и это на самом деле очень и очень важная вещь. Почему это очень и очень важная вещь? Почему лечится плохо? Да потому что лечится нейролептиками, например, которые усугубляют тревогу. Значит, плохо лечится, значит, рецидивы. И дальше происходит следующее. Приписывается шизотипическое расстройство. Это очень и очень унылая концепция, которая существует уже очень много лет в нашей стране, где психиатр так смотрит на человека и говорит, А, ну это слайд из презентации Смолеевича. Ты увлекаешься восточными там какими-то религиями, значит, ты шизофреник. Ты сменил место работы, значит, ты шизофреник и так далее. То есть, все шизофреники. И эта концепция настолько удобна, сейчас расскажу, чем она удобна, что эту концепцию, когда МКБ-10 принимали, там, собственно говоря, нет вилотекущей шизофрении. Её специально спрятали, например, в шизотипическом расстройстве, чтобы она не исчезла. Чем она удобна, эта концепция? На вас можно махнуть рукой, потому что шизотипическое расстройство, медицина тут бессильна. Вы плохо лечитесь, потому что вы больны шизофренией. Не вы плохо лечите, потому что вам зачем-то назначили нейролептик ни к селу, ни к городу. Нет. Вы плохо лечитесь, потому что это вилотекущая шизофрения, вообще шизофрения плохо лечится. вы плохо лечить значит медицина тут бы сильно так что на самом деле использование вот этой концепции ся з с плюс нейролептик это очень и очень плохое дело не советую вам к этому делу прибегать потому что ни к чему это все хорошему не приведет поверьте мне и моему опыту как всегда в конце нашего ролика я спрошу комменты лайки подписка ну пускай все наконец узнают про то что это плохо вот одни и те же вопросы еще раз плохо это не надо этого делать ставьте спонсором нашего канала но и хотите облагодарить нас за этот ролик в описании вы найдете квизиты счет до новых